Я мама девочки, которых ныне принято называть особенными, с особенностями. Ну а официально, если фактически, это дети с инвалидностью. Моя дочь Ксения уже выросла, но потребности в общении, в социализации, в каких-то занятиях, конечно, у нее остались. И они не то что уменьшаются, а только растут с возрастом. И в прошлом году осенью мы стали ходить в кружок, который ведет Юлия и занимается с детьми нашими и театральным мастерством, и какими-то мастер-классами в том числе. И просто дети приходят и общаются между собой, учатся что-то новое делать, что-то показывают нам потом, какие-то делают итоговые представления, концерты. Я мама Авериной Наташи, которая посещает Фельдман-экопарк уже 6 лет. Дочка моя с инвалидностью, и мы уже ходим сюда давно в кружок биологов. Детки, которые посещают этот кружок, помогают сотрудникам, посильную помощь оказывают, занимаются обогащением среды животных, обитания которых связано все время в пределах экопарка. Мы разнообразили жизнь поделками разными всю зиму, мы делали животным поделки интересные, которые потом они с гостинцами вместе. На самом деле это очень важно не только для детей, но и для их родителей. Потому что мы видим, что наши дети не сидят в заперти, они посещают разные места, они открываются, они учатся чему-то новому, и они учатся быть самостоятельными. Мы, в свою очередь, конечно, им помогаем, стараемся сделать все, что от нас зависит, но очень хотелось бы, чтобы такие мероприятия, такие активности были более частыми, более регулярными. Пока у нас получается встречаться только по субботам. И мы очень надеемся, что с наступлением весны, с наступлением тепла, это будет два раза в неделю, а может быть и три раза в неделю. И наши дети могут не только для себя что-то делать полезное, а и для окружающего, и для парка, и для других людей. И в силу своих особенностей они, конечно, не могут выполнять все те работы, которые можем мы с вами делать, но тем не менее они могут многое, главное верить и помогать им.